Даже вот этот долг, когда человек отдает, это садака. Чем садака? Человеку в долг отдать? Или же садака что дороже? Среди алимов есть хиляф. Некоторые алимы говорят, что вот это человеку, чем садака сделать, в долг деньги отдавать, это вознаграждение больше во много раз. Почему? И что говорят алимы? К примеру, он человек, который хочет свою честь, достоинство сохранить. Вот реально мне помощь нужна, например, в тяжелое положение я попал, но мое честь и достоинство не позволяют попрощайничать. Или же, например, людей помощь просить и так далее, я хочу к чему прибегаю? Я прибегаю, чтобы долг брать, правильно? С надеждой, что когда-нибудь выплачу. Я говорю, брат, долг хотел взять. И ты этому человеку помогаешь. Это в действительности садака может попасть как в человеку, который нуждается или который не нуждается. А долг попадает в человеку только тому, который нуждается. Конечно, здесь мы, когда долг говорим, это не такой долг, который дай 2 миллиона бизнес хочу сделать. Это не такой долг. Когда человек говорит, дай долг, там надо было 1000 рублей, дай я тебе верну, там надо было продукты, домой купить хлеб, и так далее. Например, такие моменты. Поэтому, если вот такому человеку отдал в долг, как за садака вознаграждение бывает. Если ты вот этот долг у него оставил, отсрочку ему дал, он сказал, там через 5 дней верну, через 5 дней наступил, он не возвращает. Ты ему даешь еще отсрочку. Вот когда ты ему отсрочку даешь, как будто бы ты вот эти деньги каждый день садака ему делаешь. Вознаграждение, как будто бы ты каждый день, поэтому наши салафу салих, когда в долг они давали, и тот человек, когда вовремя долг возвращал, у них настроение портилось, даже обижались, ничего не мог еще подождать, что ли. Как бы они ему говорили, зачем вовремя принес долг, чтобы вот это вознаграждение капало, капало, счетчик бывает включен. Как будто бы каждый день эти деньги садака человек делает. Здесь, конечно, в наше время, алимы говорят, это не время долгов. Это здесь тоже надо понимать, когда мы долг отдаем, старайтесь, говорит, отдавать в долг те деньги, которые ты можешь ему простить. Такую сумму. Например, ты заранее должен, когда человек пришел к тебе, деньги просит в долг, ты заранее себе готовь, подготовь, что этот человек их не вернет. Вот так сегодня надо настраиваться, когда человек пришел к тебе. Теперь у тебя два варианта. А, ты или же ему не даешь, просто отказываешь. Для чего отказываешь? Чтобы с ним отношения не портить. Потом он начнет там на одном гектаре, тебе увидит, туда убегает, сюда убегает. Даже Саланда, ты его больше в ближайший год-два уже не увидишь. На телефон он не ответит. Поэтому лично, чтобы это все заранее ты знаешь, лучшее отношение не портить и вообще ничего не давать. Это А, один вариант. Б, второй вариант. Ты отдаешь ему, но такую сумму, чтобы ты не переживал за это, когда же он отдаст, где же он, почему не отдает, где ты и так далее, чтобы ты не переживал. То, что если даже он потеряется, исчезнет с этими деньгами, чтобы тебе не тяжело было на сердце, ну, подумаешь, ну, ладно, пять тысяч, сотни дней заберу. Поэтому, чтобы, да, например, вот такая сумма, чтобы была, если сдаем. Но если дали, если у него реально не получается время давать, отсрочку тоже желательно давать, 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 нам за это вознаграждение капает. Вот, то есть, вот этот момент, здесь нужно было, надо нам отметить, потому что сегодня по поводу долгов очень много проблем бывает, люди не возвращают долги сегодня, к сожалению. Да, и человек умер.